Всячески разнообразные мифы, дорогие друзья, часто встречается сказка про то, что в 1909-10 году Николай II издал указ о всеобщем начальном образовании. Это враньё. Никакого всеобщего начального образования в Российской империи провозглашено не было, более того, Российская империя оставалась единственной страной, где этого не было в Европе, даже в Японии уже практически всё население было грамотным. Существовали разнообразные планы сделать это, существовал законопроект министра народного посвящения Кауфмана, но итогового решения по данному вопросу не было, царь всегда колебался. Почему? Потому что повышение народного образования всегда приводило к чему? К революции. К росту революционного движения. Поэтому существовал изданный указ в царствовании Александра III, которого Николай II боготворил, указ о кухаркиных детях, он не имел обязательной силы, рекомендующий ограничить приём в гимназии представителей низших сословий. И эта инерция от указа о кухаркиных детях, она чувствовалась очень серьёзной и в царствовании Николая II тоже, был большой вопрос. Поэтому вот этот документ «60 фактов», там вообще говорится, что 85% населения страны было грамотным. Значит, все эти факты, они откуда взяты? Была издана такая эмигрантская брошюра эмигрантом Борисом Бразолем, известным юристом, большим другом Шойбнер-Вихтера, наставник Адольфа Гитлера. Он рано умер, в начале первых половинок 20-х годов, но успел познакомиться и оказать влияние на Адольфа Гитлера. Вот они с Борисом Бразолем дружили очень. Борис Бразоль, кстати, ярый антисемит, он сделал карьеру впоследствии в структуре Генри Форда, на котором они сошлись на яром антисемитизме, и Бразоль даже пропагандировал активно в США протоколы сионских мудрецов. Вот в 1957 году Бразоль издал брошюру Николая II в цифрах и фактах. В этой брошюре он рассказал, что просто кисельные берега и молочные реки. Ни одной ссылки, ни на какие источники в этой брошюре нет, но вот сама брошюра была. После того, как она стала известна в России, некоторые фанатичные монархисты используют эту брошюру как исторический источник. По интернету уходит экстракт из неё. Только лучшие взятые. Ну да. С советскими историками и даже не советскими, а постсоветскими историками проведён подробный разбор этой брошюры. Под этим видео ссылочки мы скинем. Отлично. Полный, чтобы просто не останавливаться на этом. Это в стороне от нашей темы находится там подробно по пунктам разобрано, что Борис Бразоль писал. Никакой симпатии к этому большому другу нацистов. Лично я не питаю. Никакого идеального состояния к 2014 году в России не было. И когда возникла критическая ситуация, всё рвануло. Продолжение следует... Продолжение следует...